Почувствовать себя взрослой – мечта каждой маленькой девочки. А стать признанной красавицей-принцессой, тем более, не откажется ни одна из юных модниц и кокеток. В воскресенье 29 мая во Дворце культуры имени Попова 16 красоток в возрасте 6-8 лет приняли участие в конкурсе «Красоты и обаяния. Мини-мисс-2011». Каждая девочка мечтает стать победительницей, но диадема одна. И кому она достанется решать строгому и неподкупному жюри? Первый конкурс «Визитная карточка» позволил каждой юной участнице показать себя во всей красе и познакомить зрителей с собой. Я Алина Смонарева, обаячина, умна, грациозна и красива. Посмотрите на меня, танцы обожаю, я плаваю в бассейн. И на доме я играю, и на сцене я пристаю. Есть награды у меня, и сюда пришла не зря. Узнать все, пускай меня, Алина Смонаревая. А я иду, какая вся, бы чудоварная на сцене сейчас. Вот это слава, дусь я хлопать-хлоп, как я даю это счастье. Я иду, какая вся, но бегом она с теми ими, ах, это министой. В том числе лучшие девчонок планеты. Я пришла, чтобы победить, поддержу тех, кто будет смеяться. Всех вас сегодня видеть рада. Меня зовут Скорик Влада. Мне уже полных восемь лет. Уверена, в жизни ждет только успех. Бабушка Владислава нарекла. Владеет славой это про меня. Своей фамилией горжусь и в жизни многого добьюсь. На фортепиано занимаюсь, танцем самбо очень увлекаюсь. В школу художественную хожу и этим очень дорожу. Меня Катя недавно звали, как имеют совсем непростой. А за дна это вам не сказали, и семья моя рядом со мной. Папа очень отважный и добрый. Моя мама и штука ЛФК. Сестра Даша будущий доктор. Она учится только пока. Валерия, Валерия, Валера. Мне восемь лет и нету, как Валера. Мальчишки могут и детки глядь. Ну, они не совсем не замечать. Валерия, Валерия, Валера. Мне восемь лет и нету, как Валера. А к дяде, дяде, говорят. Вот подрастешь и будет сразу пять. Петь и танцевать, еще на сцене наступать. С улыбкой доброю всегда, да с сильной цели без труда. Выход на сцену каждой претендентки название «Мини-мисс-2011» сопровождалось аплодисментами зрительного зала и криками поддержки. Конкурс красоты в этом году был приурочен к 50-летней годовщине первого полета человека в космос. Поэтому все этапы и перерывы между ними были космически невесомыми и волшебными. Второй выход маленьких красавиц танцевально-акробатический. Юные космодевочки продемонстрировали чудеса пластики и гибкости. Номер 7. Ирина Ванна. Номер 5. Горик Владислава. Номер 1. Шорина Александра. Номер 16. Калинина Алина. Номер 16. Калинина Алина. Третий предпоследний этап конкурса «Мини-мисс-2011» домашнее задание предлагал зрителям в зале встретиться с неземными цивилизациями, а точнее с их представительницами, милыми инопланетянками. Вы попали на планету под названием Руберот. Вас приветствуют земляне длиннокрылый космоглот. У меня есть ноги, руки и, конечно, голова. Все вселенские науки для меня как дожды два. Вас я в сотню раз умнее. Я и есть, и пить умею. Здесь я весело живу, всех обнимаю и люблю. Окружена цивилизация моя, искристым серебристым шлейфом вся. Флорость, цветок черно-белый сверкает. Как жаль, что о ней пока мало кто знает. Прилетайте к нам, друзья, всегда вам буду рада я. Другой планеты, другой планеты, для ладья я забрала. Другой планеты, другой планеты, забыла, где уже была. Не говоря другой планеты, на эту дверь я пришла. Не буду в море, не в этом, откуда я проезжала. Другой планеты, другой планеты, для ладья я забрала. Другой планеты, другой планеты, забыла, где уже была. Другой планеты, другой планеты, забыла, где уже была. Я вам прилетела с соседней планеты, хотела убить, я ваш рассвет. И в заключение третьего тура конкурса «Инопланетный шабаш». Музыка. 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 АПЛОДИСМЕНТЫ Пока претендентки на звание «Мини-мисс-2011» готовились к финальному выходу, победительница этого конкурса 2009 года Полина Пахомова подарила всем свой цирковой этюд. АПЛОДИСМЕНТЫ Один из самых красивых и ярких туров конкурса «Мини-мисс» – выход в вечерних нарядах, который превращает каждую в маленькую и неотразимую принцессу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Почему? Потому что, во-первых, одиннадцатый раз уже состоялось это замечательное мероприятие, и это стоит дорогого. Это вошло уже в традицию Артемовского городского округа. Это действительно праздник, праздник души, который наши дети, наши талантливые дети, самое дорогое, что у нас есть в этой жизни, подарили нам этот праздник. Они несут такой позитив. Вы знаете, мы вчера были на празднике Вербите, тоже был конкурс, но только взрослых, миссис, женщин. Вы знаете, было все замечательно, хорошо, но праздника не было. А сегодня, ну просто вот душа поет, настолько благодарны этим маленьким принцессам, этим замечательным, талантливым детям. Понимаете, они у нас и пляшут, и поют, и вяжут, и шьют, и в свои недолгие прожитые годы умеют все. Мы, наверное, будем у них брать мастер-класс. Вы все девочки, дорогие наши победительницы, все красавицы, умницы и талантливые. Итак, я думаю, переходим к процедуре награждения. Награждается Александра Шурина, победительница в номинации «Мини-мисс «Элегантность». Награждается Арина Звонарева, победительница в номинации «Мини-мисс «Обаяние». Награждается Елизавета Солодова, победительница в номинации «Мини-мисс «Крошечка». Награждается Арина Звонарева, победительница в номинации «Мини-мисс «Неповторимость». Каждая юная красавица, помимо заслуженного звания, получила и множество призов и подарков. Чтобы интрига конкурса сохранялась до конца, с объявлением главного звания «Мини-мисс 2011», а также «Мисс зрительских симпатий», решили повременить. Специальные призы были подготовлены газетой «Артемовский рабочий». И я очень благодарна нашим читателям, которые поддержали девочек, которые приносили, присылали, передавали с кем-то, с курьерами, купоны. У нас оказалось три победительницы. Итак, 96 голосов получает Арина Звонарева. Арина Звонарева, пожалуйста, мягкую игрушку подарите Арина Звонаревой. Арина Звонарева, Арина Звонарева, 393 голоса набирает Влада Скорик. Арина Звонарева, Арина Звонарева, И мы ей дарим сотовый телефон. Арина Звонарев, Розовый, Селковый, Управление. Арина Звонарева, Арина Звонарева, Также не оставил без подарков участниц конкурса. То, что здесь находится на сцене представитель газеты «Егоршинский вести», наверное, логично, потому что наша газета, она газета для взрослых, уделяет некоторое внимание и дает несколько страниц и детям. Это страничка «Умняшки», которая выходит 9 месяцев, кроме лета. А также наши многочисленные фотоконкурсы, в которых участвуют детишки вместе то с мамами, то с бабушками, то вот сейчас, как получилось, с папами. Мы для себя приняли такое решение, что есть так и те, кто же людей, которых нельзя никогда поделять внимание, и все они должны получать подарки. Это дети. Когда мы проводим фотоконкурсы, у нас все дети всегда обязательно получают подарки. Поэтому первый приз – это приз для каждой девочки. Вот странички «Умняшки» – это сладкий приз. Пожалуйста, подарите. У нас есть еще несколько подарков. Подарок девочке, которая меня поразила еще вчера. Я так решил ответственно подойти к этому мероприятию. Вчера был на генеральной репетиции. Сегодня я убедился еще раз в том, что одним партнером и станцевала зажигательная самбула. Я оплату был восторг. А сейчас, пока она маленькая, но очень красивая модель, она должна быть еще и, наверное, пацанкой. Поэтому мы ей дарим роликовые контики. Пусть она рассекает по улицам нашего города. И, наконец-то, настал завершительный момент. Ольга Борисовна Кузнецова объявляет итоги нашего конкурса. Итак, уважаемые зрители, эту награду определили вы. Итак, грамотой награждается победительница в номинации «Мини-мисс зрительских симпатий» Алина Звонарева. «Молодец! Молодец! 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 Молодец!» И вручаются золотые сережки Алине. Подходим к самому пику. При зрительских симпатии определили вы. А вот жюри очень трудно было определить победительницу. Все наши красавицы, все талантливые, все умные. Но со слезами на глазах нам пришлось все-таки определить это. И я думаю, что ваше мнение совпадет с мнением жюри. Итак, победительница «Мини-мисс-2011» Валерия Владимировна! Поаплодируем еще, обожаемые друзья! Ну что, дорогие мои, ваши аплодисменты нашей победительнице Анас! Главный приз! Валера, выходи, это твой теме велосипед! Давайте, дорогие мои, пока не будем выходить со цветами, потому что это еще не все. И я приглашаю к нам сюда выйти победительницу конкурса «Мини-мисс-2010» года Спирино-Валерио! И я когда-то год назад на этой сцене выступала, и подарили мне корону и цветы. Всех девочек люблю и обожаю, но лучшее стало же, конечно, ты. И в знак признания дарю тебе вот эту диадему и цветы. Ваши аплодисменты победителям этого конкурса «Мини-мисс-2011» года Губасова Валерия! Еще один одиннадцатый по счету конкурс «Мини-мисс» закончился. Для кого-то его результаты стали радостными, для кого-то – не совсем. Но, несмотря на это, каждая его участница – лучшая и самая любимая, красивая для своих мам и пап, бабушек и дедушек. Субтитры создавал DimaTorzok